так добрый вечер дорогие друзья начинаем нашу очередную встречу вебинар так звук у нас включён как меня слышно покажите пожалуйста уже плюсики пошли спасибо владимир елена марина александр спасибо так значит сегодня мы работаем или как бы ведем семинар вебинар вместе с алексеем дьяковым моим ассистентом я дам ему начале слова о технической части потом в процессе нашей встречи я просто остановлюсь еще отдельно на том насколько это существенно для нас именно вот в это время ведь смотрите не случайно я уже который бебинар пользуюсь или мы пользуемся вместе с алексеем здесь показываем вам запись где анатолий эдуардович говорит о так называемой практически эта миссия и смотрите значит то что написано здесь мы не получаем мир в наследство от наших родителей мы берем его взаймы у наших детей неважно кто это сказал это сказал сидни шелдон но это очень правильно если не сказать что это фактически вселенская истина поэтому дорогие друзья мы сегодня с вами обратимся к разным вопросам в конце концов мы вернемся к тому и поговорим почему продлили шестой этап и а так называемых десяти миллиардах акций которые у нас по чату прошлась информация я просто не стал рукотворством заниматься и писать там решил что мы прокомментирую как это я понимаю вот и насколько здесь значит олег наш коллега прав в какой-то степени потом мы пройдемся по седьмому этапу тут немножко посчитаем посмотрим в каком пространстве мы находимся определимся в фокусе на седьмой этап фокусе не в том плане как в цирке когда фокусы показывает а именно в каком фокусе нашего визионирования мы видим седьмой этап да вот и тогда перейдем к методике схемы 4 у но до этого я призываю вас поговорить послушать алексея якова так алексей 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 где-то застрял что у нас там с алексеем алексей меня так алексея пока нет ладно тогда давайте пойдем дальше алексей еще подойдет к нам только что был наверно заряжает материал хорошо давайте пойдем дальше итак давайте вернемся оба вернемся назад немножко и посмотрим по сегодняшнему я просто напомню вам некоторые моменты прошлого вебинара где мы с вами говорили про а то что у нас будет проходить на в дальнейшем и как у нас будет выглядеть основной продукт мы к этому придем то есть как мы стремимся и приходим к акциям мы об этом сегодня тоже подробно поговорим вот и сейчас давайте вернемся обратно сегодняшний вебинар и так новости новости и а то значит почему продлили седьмой этап и как нам и что такое 10 миллиардов акций значит шестым этапом очень просто просто нагрузки не вытерпел вся значит все вся техника сервер вроде бы с техники доказывали и утверждали что выдержит определенные нагрузки но видите не выдержали и практически парализована была работа в большей части два дня в конце так называемом мая месяце и поэтому естественно было принято решение продлить то есть установить и вывести на нормальный режим работы сервер капитал и продлить до седьмого практически до восьмого числа шестой этап ничего страшного все нормально единственное что это повлияло на и повлияет на инвестиции мы знаем что когда человек не может я извиняюсь за такое сравнение когда человек не может что-то купить в очереди он уходит и потом ему не очень сильно уже это нужно это дело такое значит есть закон парета и по всей вероятности 20 процентов тех кто стремились что-то сделать как-то поучаствовать в инвестициях отложат к сожалению а может быть и нет это на какое-то другое время к сожалению в том плане что да будут другие дисконты но я убежден и не поленюсь повториться что ничего страшного дисконты в любом случае в будущем будут хорошие то есть мир не рухнет ничего такого страшного не произойдет даже когда-то мы будем с вами видеть что те акции которые мы пользуемся или владельцами которых мы в определенном процессе становимся они даже когда они будут стоить скажем одна акция по номинальной стоимости 1 доллар будем покупать по 5 долларов будем довольны когда акции будут стоить 10 долларов так что бизнес есть бизнес и об этом и тоже сегодня еще немножко поговорим таким образом значит о шестом этапе а теперь о 10 миллиардах акций смотрите я вам не прошлый раз в расчете показывал или в какой-то один из прошлых разов на вебинаре что за восемь этапов с первого по восьмой этап будет реализовано тридцать четыре миллиарда или планируется значит если мы посмотрим бизнес план поэтапные с первого до пятнадцатого этапа то абсолютным таким значит обновленный и откорректированный по состоянию на апрель месяц мы просто простым арифметическими действиями можем просчитать что это 34 чем-то там миллиардов акций мы знаем что всего акций находится в распоряжении для развития к технопарка 60 миллиардов это акционерный капитал евразии на рейлс кавей систем с холдинга и таким образом мы видим что фактически как там говорится вот у нашем чате друзья там посчитали на коленке что 10 продали там за прошлое весь период 10 миллиардов а 10 на 10 миллиардов продали за один должен вас значит несколько переубедить а хотя это не имеет никакого смысла просто уточнить что по моим подсчетам это по моим подсчетам предыдущие этапы было то есть всего сейчас реализовано около 15 миллиардов акций значит можно по-разному рассматривать если смотреть по цифрам или так называемые номера акций вы же понимаете что есть целый ряд зарезервированных акций пока да вот которые не выкуплены до конца но они должны быть резервированы поэтому у нас скажем так еще надо платить но телевизор то уже стоит где-то зато за которые мы платим рассрочку понимаете иначе не может быть поэтому есть не все но есть определенный резерв который выставлен есть инвесторы которые как бы взялись тоже платить причем платят они траншами там тоже зарезервированы акции хотя деньги еще не все получены за эти акции и есть целый ряд еще моментов которые где мы имеем дело за резервированным акцем поэтому не совсем адекватная информация что 20 миллиардов акции у нас уже как бы ну в реализованы поэтому это не совсем так вот и на седьмом этапе будем говорить часа седьмом этапе мы за ним будем следить и тогда будем адекватно говорить о том что же есть что На седьмом этапе у нас в продажу поступит, согласно бизнес-плану и согласно тому плану, который мы видели, 7 миллиардов акций. Что это значит? Это значит, что если мы возьмем средний дисконт 400-350, то это значит, смотрите здесь, да, это значит, что у нас получается, что-то она не хочет. Это получается, что при дисконте 400 у нас 17,5 миллионов надо инвестировать, при дисконте 350 в среднем 20 миллионов долларов. Вот вам, пожалуйста, и седьмой этап. И отсюда мы можем говорить, что и как должно произойти на седьмом этапе. В прошлый раз мы говорили, что, предположим, что появился какой-то инвестор, ну там 3-5, ну 4, ну возьмем 3, ладно, возьмем 5 миллионов, который вкладывает, значит минус, минус или от этой, или от этой суммы, 5 миллионов, да, и мы получаем сумму, которую нам надо собрать. Отсюда начинается весь расчет, когда закончится или не закончится, когда мы перейдем на восьмой этап. То есть, надо выполнить работ на 17-15, там, значит, миллионов, если посмотреть по всему этому этапу. 15 этапов покрывают практически 290 миллионов, которые надо инвестировать в экотехнопарк. Вот отсюда весь расчет, дорогие друзья, идет. Поэтому, поэтому отсюда мы видим, что и как будет происходить дальше. И смотрите, значит, у нас с вами, у нас с вами, вот здесь, более подробно рассматривается, значит, процесс, о котором я в прошлый раз говорил. Но я хочу сегодня остановиться, здесь вопрос есть, как инвестору стать акционером, что я приобретаю, почему инвестор не покупатель. Покупатель, запомните это, мы не покупатели. У нас не происходят сделки купли-продажи. Если вы кому-то идете это объяснять, это желательно всем самим усваивать. Ведь, смотрите, мы думаем, что мы сразу покупаем. Нет. Какие выгоды нам от этого? Как я приобретаю, что и когда? Когда у меня возникает доход облагаемым налогом? Когда вводится пакет инвестиционных документов? Вот теперь давайте еще раз пройдемся. Я ввел, в отличие от прошлого раза, чтобы мы шли бы от достигнутого или от существенного. Что мы имеем? Существует всего у нас акционерный капитал и акций у группы компаний Skyway. Это Global Transport Investment. За этой компанией стоит 400 миллиардов, больше чем 400, ну условно возьмем, назовем 400 миллиардов долларов акций. Они разделены на две части. Это А акции и Б акции. А акции это простые акции. Всеми владеет, видите, Unitsky Corporation Unisky. Это Анатолий Двардович Миницкий владеет всеми этими акциями. Теперь есть еще Б акции. Это привилегированные акции. Они, что за привилегированные акции? Это те, за которыми стоят владельцы этой акции. Им гарантировано, что от полученного дохода компании, компанией GTI, всегда 20% в первую очередь будет направлено на выплату дивидендов акционерам. Кто являются акционерами? Акционерами являются этих акций, владеющих 15%, то есть половина из этих владеет Евразин, Рейл, Скавей, Системс Холдинг. И площадка, которая работает, это Capital, это РСВ и другие площадки, которые работают тоже на это. Практически они все, все мы пользуемся именно этими акциями и становимся через это акционерами. И акционерных 15% от 400 миллиардов, это 60 миллиардов долларов. То есть, вот это и есть те акции, за счет которых, которые являются залогами, за счет них происходит осуществление первого адресного проекта. Видите, адресный проект? Это Эко-технопарк. Теперь, что у нас происходит дальше? У нас происходит такая вещь, что здесь у нас есть, я показывал вам, что 60 миллиардов, 130 миллионов, если правильно быть, умножьте, произведите обратный расчет, вы получите сколько там больше 400 миллиардов этих акций. Это 15% от той части. Здесь есть документ, где обозначен акционерный капитал этой компании, Евразия НРЭЛ Скавей Системс Холдинга. Я взял выписку. И теперь смотрите, что у нас происходит. Инвестор. Предположим, значит, инвестор инвестировал 100 долларов. 100 долларов инвестиция через Скавей Кэпитал, который является проводящим инвестиции, проводящие инвестиции компании. Инвестиция уходит через GTI, уходит зао-струнные технологии, которые являются подрядчиком, проектировщиком и подрядчиком работ на Эко-технопарке. Что здесь за этим стоит? За этим стоит не какое-то абстрактное строение или какие-то земли, за этим проект и бизнес-план. Важно? Очень важно. Разрешение на строительство? Важно? Супер важно. Ни один проект не имеет смысла без этого. Паспорт объекта? Мы видели, да? Кто был на месте, неоднократно показывали везде. Землеотвод? Существует. Причем, землеотвод с договором и целый ряд пакет договоров других существует. Но самое важное то, что землеотвод на длительный срок до 30 лет. Там зависимость от того, как считать и что считать. От момента начала строительства или от момента завершения строительства. Там есть несколько фраз, но суть не в этом. Практически 25-30 лет. И пакет различных других договоров. Что это за договора? Это договора на различные работы, связанные, начиная от земли нулевого цикла, то есть все, что от земли и в земле, и до возведения бетона и так далее. Теперь возникает у многих вопрос, а когда начнется сертификация? А сертификация уже, дорогие друзья, идет. Я вот как-то мне задали вопрос, я задумался, думаю, вот тут вот, задали вопрос, когда начнется сертификация? Я вдруг вспоминаю, что Анатолий Дарвич очень просто сказал, а сертификация уже идет. Потому что ни одной заливки, ни одного действия, ничего нельзя сделать без того, чтобы не заактировать. Аактирование это и есть результат сертификации. То есть уже опоры сертифицируются сейчас, дальше они будут сертифицированы в процессе установки на них путеводов. Дальше на путеводы будут устанавливаться сами рельсы струнные и так далее. И каждый такой следующий шаг тоже является элементом сертификации. Поэтому инвестиция пошла в Экотехнопарк. Дальше, а что же происходит? Я думал, и человек думает, что он все, он заплатил, он стал инвестором. Конечно, он, вернее, стал владельцем, он заплатил, но он получил тут же залог и гарантию от поручителя Юницкий Корпорейши. Помните, да, что такое Юницкий Корпорейши? Это компания, которая владеет 12-15% привилегированных акций и 70% остальных акций. То есть это мощная корпорация. Поэтому смотрите, здесь дальше очень важно, что ее залог и гарантия. Но залог в виде акций Евразия и Релаксовей и Системс. И в договоре у нас сказано, что это цессионная или так называемая, как бы, возможность, это знаете, как с топором. Я пришел к вам или к кому-то из вас заплатил, да, а вы мне дали топор. Но причем мы договорились таким образом, что мне есть две возможности. Я могу ждать, когда вы мне вернете деньги, да, или же мы сразу при любом моем первом желании, я говорю, слушай, ладно, не возвращай мне эти деньги, а я буду пользоваться дальше топором. Твоим залогом, который ты мне дал. Точно так эти акции, это как топор данный в залог. И это право есть в любой момент, а этот момент клик одной мышкой. Один шаг или там два клика надо сделать. Один раз направить, второй раз кликнуть, что я воспользуюсь сразу залогом. И таким образом, а что такое залог? Если это при, значит, при 1 к 100, допустим, да, даже возьмем простой 1 к 100, это значит, что я, если при дисконте 1 к 100, я становлюсь владельцем залога, владельцем залога в 10 тысяч акций. Тут же инвестиция пошла, я кликнул и становлюсь владельцем залога акций. И здесь есть очень существенный момент. Таким образом, я практически сразу подписываюсь по тем, что я становлюсь акционером. Но фактически или юридически я становлюсь акционером после того, когда проходит процедура, все занесение меня в реестр. Хотя так называемый обмен инвестиций на залог произошел у нас уже по факту конкретно в личном кабинете. Это очень важный момент, дорогие друзья, и мы к этому еще с вами вернемся. Теперь дальше. Другой, как бы, ракурс, в том же самом процессе. Инвестиция ушла, 100 долларов, гарантия залог получена в виде акций 10 тысяч, если это 1 к 100, видите, дисконт, да? Решаю забрать залог и не ждать 3-5 лет возврата своих 100 долларов. Что это значит? Что я получаю имущество в виде 10 тысяч акций по номинальной стоимости каждая в 1 доллар. И это значит, что фактически у меня, как бы, получается разница 100 и 9900. Если бы я давал это или покупал бы их акции 1 к 100, покупал бы за 100 долларов, то тогда бы моя оплата была бы 100, но имущество приобрел на 10 тысяч. И мне надо тогда платить с дохода, с 9900 долларов платить налог при определенных условиях. А здесь я приобрел залог, который и является его, то есть 100 долларов пошла инвестиция, и я стал владельцем залога в 10 тысяч. Здесь нет разницы между тем, что я заплатил, это как, знаете, я дал 100 долларов кому-то, а мне дали топор. Я сразу стал владельцем топора, нет разницы, сколько он стоит, это мне не интересует. Мне важно то, что он является таковым. Так и здесь, это залог 10 тысяч, таким образом, это сделка обретения залога. Я становлюсь акционером, моя инвестиция приравнивается не к 10, после этого, как я стал владельцем, не к 100 долларам, а к 10 тысячам долларам через те залоговые акции. Это очень важный момент, друзья. И это надежный путь моей инвестиции до акции, очень надежный. Минимизированы расходы на пути, я уже сегодня получаю залог, становлюсь акционером, я сегодня честно и прямо инвестирую в конкретный проект. Вот, эта схема будет работать и дальше, инвестирую 100, получаю залог 10 тысяч, сумма моего вклада, считается это, когда я продаю до, по цене которой до 10 тысяч, то не плачу налог с прибыли, вот эту разницу. А после, начинаю платить налог лишь только тогда за прибыль, если это дороже продается выше, когда-то в будущем, если я дойду до этой жизни, что я вдруг захочу продать эти акции. Чего я вам не сильно советую. Поэтому лучше ждать, когда они станут более... И таким образом возникает, значит, у нас возможность строить эко-технопарк. Вот, мы в прошлый раз с вами говорили, так, что-то у меня тут... Значит, седьмой этап, апрель-июль, значит, у нас прошел, это мы видели, дисконты такие, какие есть, они вам будут объявлены, вы узнаете, 8-го числа. После, вернее сказать так, 8-го числа в 23 часа закроется, и после этого на следующий день вы узнаете, какие дисконты. Вот, здесь предположительно 8-й этап, июль-октябрь, это связано с входом различных возможных инвесторов. Вот, но, как я вам уже говорил, здесь у нас есть возможности, видите? Седьмой этап, это надо продать 7, или не продать, а получить, реализовать через эти сделки 7 миллиардов акций. Вот, а фактически на этот этап нужны инвестиции 17-20 миллионов, в зависимости от того, по какому дисконту. У нас тут дисконт несколько ниже, но он средний, где-то так и получается, потому что большие инвесторы с 50 тысяч и выше приходят с достаточно высоким дисконтом, и поэтому там наши более низкие дисконты обычных краундинвестинговых инвесторов, они растворяются и поднимают общий средний уровень дисконта. Это математика, друзья. Вот, и теперь, значит, я не вижу Алексея. Алексей, как у вас там дела? Александр, что только скорее не подведет. Всем привет. Так, Алексей есть, да? Я пока остановлюсь, Алексей, пока добрый. Отлично. Сейчас я загружу свой фон. Да, я сейчас пока поговорю, спасибо. Мне важно было знать, где ты. Значит, здесь Александр говорит, наверное, не акции, а доли или обязательств. Нет никаких долей, дорогие друзья, и никаких обязательств. То есть, это залог. Понимаете? Акции в залоге. Прошу это понимать. Если у кого есть вопросы, спокойно задавайте. Вот. Всем привет. Так, вперед, Россия. Да, окей. Ладно. Там ничего такого существенного нет. Теперь смотрите. Я тогда, пока Алексей загружает, немножко поговорю еще, что такое фокус на седьмой этап и наши задачи. Значит, я повторюсь. А, Алексей загружает. Угу. Так. Алексей, я сейчас вернусь обратно. Пока загружайся. Значит, фокус на седьмом этапе. То есть, скажем так, в какую сторону и как держать нос по ветру в седьмом этапе. Значит, здесь у нас есть задачи, как я понимаю и рекомендую, или предлагаю, вернее, вам тоже в какой-то степени думать со мной вместе и рассуждать. Например, есть различные задачи инвестора, есть задачи бизнес-проекта, это как создание определенных структур, создание команды, это адресные проекты, тоже команда. Ну, некоторые люди рассматривают адресный проект как одиночки, но, к сожалению, практика показывает, что такие даже первые шаги на полушаге прогорают. Об этом мы еще поговорим, да. И больших поиск больших инвесторов. Это немножко лучший вариант, да, когда человек свой бизнес или свой бизнес-проект видит, так называем, в большом инвесторе. Поэтому вот эти основные два фокуса. И здесь нужно очень четко, значит, разбираться. Инвестор, то есть мой фокус и задачи, фокус и держусь, я как инвестор. Абсолютно оптимизировать возможности мои инвестирования и, скажем, доведение моего акционерного капитала, который я держу до определенного уровня, без ущерба для меня самого и моей семьи, моих близких людей. Я повторяю это, дорогие друзья. Значит, в любом случае здесь не надо устраивать ажиотаж. Ни внутренний, ни внешний. Поэтому очень четко выстроить, но главное выстроить стратегию инвестора. Не накопителя, а инвестора. Причем я рекомендую здесь выстраивать эту стратегию не так, что купил и жду быстро, как продать. Хотя и это тоже возможно. Здесь уж, как говорится, нет пророка в своем отечестве. Каждый решается сам. И у каждого жизненные ситуации складываются индивидуально. Поэтому, естественно, надо понимать, что есть возможность, инвестируя, создать себе определенную прокладку возможностей благополучия с момента, когда начнется. То есть это как бы можно пойти и взять обратно те средства уже в значительно большем, скорее всего, объеме, чтобы решить какую-то текущую задачу. Но это не значит, что сразу, как только стало больше, скажем, стоить акция на рынке, или внутреннем, или внешнем. Внутренняя это электронная биржа группы компании Skyway. Внешне это после IPO выход на международную биржу. Значит, на бирже международной. И это очень важно. То есть я инвестор. Далее, бизнес-проект. Здесь я раскладываю еще раз. Это структура команды. То есть это возможность построения своей структуры. От этого, пардон, зависит, опять-таки, это дополнительный ресурс для получения акций. Через бонусные отчисления. Через акционные. Седьмой этап сохраняется. Акционные отчисления. Я вам это говорю. Как и что узнаете при старте седьмого этапа. Но это очень важно. И поэтому здесь есть возможность этим самым себе, значит, как раз осуществить определенное накопление. Я, значит, может быть, кому-то я уже говорил, но расскажу вам очень четко, что человек, значит, я прошлый раз, скорее всего, говорил, но, наверное, сегодня не все те, кто были прошлый раз. Поэтому повторение мать учения. У меня есть хороший знакомый. Он академик в Эстонии. Ему 82, ну, чуть больше, ну, скажем так, 82 года. И когда мне спросил, что сколько ты можешь, как бы, или сколько ты считаешь, он говорит, от жены могу 25 долларов ежемесячно, как бы, инвестировать. Вот так, прекрасно, выбирай 25 долларов на 10 месяцев. А он спрашивает, он сразу так заволновался, человек такого уклада, значит, как бы, очень консервативного, говорит, а вдруг я не смогу заплатить? Я говорю, не волнуйся, я тебе дам взаймы, без процентов. Вот, он говорит, ну, ладно, ты меня успокоил. Вот, проходит какой-то месяц, и он мне говорит, что, слушай, ты знаешь, тут есть очень такие люди, я не знаю, не умею говорить, это не мой профиль, да. Вот, приди, расскажи им, люди, может быть, воспользуются этим делом. Я прихожу, полчаса рассказываю, женщина одна говорит, вы знаете, я очень верю, мне интересно это, и делает инвестицию тоже на 10 месяцев, вот, на 200 долларов. И что это значит? Это значит, что этому академику ежемесячно будет по 30 долларов поступать только на бонусный счет. Он это сразу врубился, он говорит, супер, отлично, говорит, практически мне не надо 25 долларов. О, говорит, я буду эти 25 долларов откладывать дополнительно, не откладывать, а вкладывать дополнительно. И фактически он быстро сообразил свою стратегию, чуть-чуть добавил, и он сейчас очень четко видит, какие он будет иметь, какой пакет акций он будет иметь. Поэтому, это тоже, дорогие друзья, маленькая модель, структура, но без команды. Он просто как инвестор здесь работает. Но представьте, что у него, или у кого-то из вас, или у меня в том числе, появляется команда, и, извините, это начинает маленький бизнес работать. А если ее большую команду сделать? Например, это очень такой нехилый бизнес, и многие на этом живут. Ну, адресный проект, команда, да, я ищу, работаю над этим, собирается команда, мы вместе идем, мы становимся командой, которая предлагает управляющую компанию. Проходит отлично, но почему может не пройти? Лишь только в том случае, если мы некомпетентны. Большой инвестор, несколько раз бросчиком схема, но здесь тоже есть возможность бизнеса. Поэтому, чтобы здесь вот этот фокус не уплыл у нас, да, очень важно пользоваться методикой 4У, усвоение особенностей SkyWay, так, транспортной технологии. Алексей, сейчас я сразу заканчиваю и подключаю тебя. Так, Олег из Бишкека, сегодня меня попросили быть, ну ладно. Так, я, значит, усвоение особенностей SkyWay, транспортной технологии. Зачем усвоение? Мне надо усвоить это. Я буду, во-первых, здесь компетентен, я буду здесь компетентен в этом бизнесе, и я буду очень компетентно докладывать все большому инвестору. Я смогу, лишь только усвоив это дело. Но этого еще мало. Нужно еще одно УМЕНИЕ ПЕРЕДАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ за 15 минут. А УМЕНИЕ ПЕРЕДАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ еще надо, значит, усечь. Здесь есть пятый УМУ. Усечь, а что существенное? Поэтому я рекомендую посмотреть вот эту справку. Это опять-таки не истина в первой инстанции. Это я пропустил через себя, посоветовался с людьми, и я понял, что, наверное, это существенно. Но, может быть, есть что-то еще существенно. Когда моя супруга начинает кому-то говорить, она говорит, а, вот это несущественно, что ты рассказываешь, пускай, вот послушайте меня, у меня существенно. И оказывается, что женщинам действительно нравится больше то существенно, что она рассказывает. Поэтому существенное не совсем однозначно, но его надо усечь. Умение передать это уже следующий шаг. И следующее У, третье, уместная и укомплектованная информация. Если мы начинаем какие-то, опять-таки, несущественные, между существенным и уместным, есть некоторая разница. Уместная именно для этой аудитории. Предположим, рассказываю я человеку, который вообще в технике не бум-бум, как говорила моя мама, то он так будет слушать, но уместна она ему или неуместна. Он, допустим, гуманитарий. Ему уместнее будет рассказать, что это безопасно, что это экологично, что это дешево в конечном итоге, это каждому уместно. И это надо еще подтвердить определенным каким-то рядом, каких-то, значит, определенных правильных, скажем, подтверждений. Ну, например, что техно-парк строится, что существует решение, скажем, экспертного совета Минтранса России, и они одно уже, что в Австралии начато, создана группа компаний, которые начинают проект, пилотный проект, правда, с небольшого и так далее расстояния, небольшого, вернее, участка и так далее. Что на выставке в Берлине выступаем, будем присутствовать, это тоже уместно, уместно. Это очень такой аргумент железный. Поэтому эти вещи должны быть все подготовлены и укомплектованная информация. Плюс видеоряд. Какой видеоряд? Здесь надо подумать и посмотреть, значит, что из этого видеоряда очень важно. Юницкий автор, да, супер, существенно. Городской, высокоскоростной, грузовой транспорт, облегченный транспорт, городской подвешный. А, совсем-то самое главное. А какая истина! То, что это отличается от всего от другого, тем, что это струнная рельса, струнная технология. И никого другого такого нет. Потому что некоторые начинают говорить, а, я знаю, но это монорельс. Нет, дорогие друзья, это струнный рельс. Это не монорельс. Он экономичный. Плюс тут есть мотор-колесо, плюс есть тут еще целая система автоматики и телемеханики. Тут есть сама идея уникального построения мотора-колеса, транспортное и так далее. То есть, смотрите, какие вещи здесь очень важны. Таким образом, мы возвращаемся к тому, что методика и схема 4-х У. Я сейчас пока заканчиваю свою информацию. Кое-что я вам еще скажу. Так, Алексей. Добрый вечер. Добрый вечер всем. Как Алексея слышно, покажите, пожалуйста. Пока не слышно, потому что я молчу, наверное. Нет-нет. Отлично. Ну, во-первых, я прошу прощения, что не вышел в начале, как планировал Владимир Маркович. Не успел чуть подготовить материал, поэтому пошло больше времени и я не успел выйти. Вот. На прошлом вебинаре мы отметили главные замечательности и отличие SkyWay от других инновационных транспортных технологий. Сегодня я подготовил немного у вас закрепилась данная информация. Вот на первом слайде вы видите основные конкурентные технологии, которые находятся в разных частях света. Из них, я считаю, наиболее сильный конкурент SkyWay – это американский Hyperloop, который сейчас также активно, как и SkyWay, строит свой полигон. И на данный момент, на этот проект даже обращает внимание руководство российских железных дорог, заявляя, что подобное необходимо строить и в России. Но будем надеяться, что это лишь разговоры. Тем более, что наш SkyWay более реален и не требует таких безумных вложений при строительстве и обслуживании таких систем. Дальше мы вспомним, что мы говорили о различных типах трасс. Только что Владимир Маркович тоже пролистал вам об этом. Я напомню, что сейчас просто визуальное напоминание, о чем мы говорили на прошлом вебинаре, поэтому просто смотрим картинки и без таких больших комментариев и двигаемся дальше, чтобы мы могли перейти к нашей сегодняшней теме. И следующий слайд у нас о гибких проектных возможностях SkyWay. Это очень сильное преимущество. О нем мы также говорили на прошлом вебинаре. И далее... Так, это тоже о гибких проектных возможностях. Дальше мы сравнивали SkyWay с другими видами транспорта и по стоимости, и по затратам на обслуживание. Сегодняшняя тема нашей технической части нашего вебинара это сама суть SkyWay и технологии струнного транспорта. Это струнный рельс. Как раз в тему прибытия первой партии металла из Финляндии для струнного рельса вы, наверное, видели видео на головном сайте SkyWay о прибытии материала в Минск. Вот на этой волне мы и поговорим немного о струнном рельсе. Во-первых, что такое струнный рельс? Это обычная неразрезная стальная железобетонная или стали железобетонная балка или ферма, оснащенная головкой, по которой движется колесо. Она дополнительно усиленно армирована и армирована предварительно напряженными растянутыми струнами. Струнами является пучок стальных проволок. И максимальное натяжение данных струн в одном рельсе зависит от длины пролета, скоростных режимов движения и расчетной массы юнибуса или юникара. Рельс струна характеризуется высокой прочностью, жесткостью, ровностью, технологичностью изготовления и монтажа, низкой материалоемкостью и широким диапазоном рабочих температур от плюс 70 до минус 70 градусов. Струнные рельсы представляют собой идеально ровный путь для движения колеса, так как по всей своей длине не имеют технологических швов. И это также похоже на, кто немножко ездил на поездах, знает, что есть, когда вагон ездит по таковому пути, и колеса у нас стучат, а есть такой, так называемый, бархатный путь, где рельсы сварены между собой, и мы не слышим вот этого удара колес. Ну, такой же принцип как бы применяется и в SkyWay. Все струны свариваются между собой, и абсолютно получается гладкая поверхность без каких-либо стыков. В качестве твердеющего материала заполнителя профиля металлического, который объединяет струну и корпус рельса, можно использовать как цементные растворы с добавлением пластификаторов и ингибиторов, и также можно использовать и композиционные материалы. Между собой левый и правый струнный рельс связываются поперечными перемычками, и так же, как и шпалы на железной дороге, струны у нас не разъедутся и будут иметь одинаковую ширину колеи на всем протяжении. Какова вероятность обрыва струны? Каждая струна набрана из нескольких десятков или даже сотен высокопрочных проволок. Вот, если вы видите здесь, так, у меня почему-то мышка не берется. Вот, каждый вот этот внутренний элемент, это состоит не из одной проволоки, а, да, спасибо, Владимир Аковлевич, состоит из многих сотен более мелких проволочек, которые между собой сплетены и представляют уже собой единое целое. Все это размещено внутри пологого стального корпуса, который вот заполняется затвердевшим заполнителем, и сверху конструкцию закрывает головка рельса. Таким образом, струна, каждая струна, находящаяся внутри, она надежно защищена от внешних воздействий, как атмосферных, так и механических, поэтому весь период эксплуатации SkyWay, наиболее ответственный элемент, находится в защищенном состоянии и практически никогда не изменит своего первоначального напряженного состояния. И это позволит спрогнозировать, что у SkyWay будет намного выше срок службы, чем у других аналогов, которые также используют используют технологию натяжения тросов, допустим, как висячий мост, и предположительно рельсы SkyWay могут служить более 100 лет. Сейчас в SkyWay разработано несколько видов струнного рельса. На рисунке справа вы видите, здесь представлены три типа. Сделано это для обеспечения необходимых условий эксплуатации различных трасс SkyWay. Допустим, для городской это один тип рельса, для высокоскоростной уже другой, для грузовой, где нагрузки значительно выше, уже свой тип струнного рельса. Также эта зависимость прослеживается и в отношении, в какая трасса строится, подвесная или навесная, там тоже будет различие между струнным рельсом. На этом я сегодня остановлюсь, чтобы не перегружать вас информацией. И есть место также и для других технических вопросов относительно струнного рельса, ну, как, например, и температурные напряжения, и термодинамическое равновесие, и износ струнных рельсов, другие вопросы тоже. Мы постепенно их в свое время обязательно рассмотрим, разберемся, и я надеюсь, станем более такими квалифицированными, компетентными специалистами и партнерными, продвинутыми партнерами Skyway Capital. На сегодня у меня все. Я благодарю за внимание. Спасибо, Алексей. Спасибо, спасибо, спасибо. Супер. Спасибо, Алексей. Я просто прокомментирую, значит, еще некоторые моменты, значит, для уточнения. Для уточнения прокомментирую следующий момент. Вот, ага, спасибо, Алексей. Не убирай этого. Значит, здесь очень важно запомнить то, что струны крепятся к анкерным опорам. Крепятся к анкерным опорам. И таким образом от анкерной до анкерной опоры они не прерываются. То есть они являются неотъемлемой частью каждой анкерной опоры. Таким образом обеспечивается единое целое по всей трассе структуры транспортной. А сварка происходит на вот этой основной рельсовой структуре. Она одевается на вот эту всю как бы линию. И таким образом происходит ее определенная сварка. Кто-то там задавал вопрос. Можно сказать так, что сварка по периметру по спецтехнологии и осуществляет ее именно в определенном режиме, чтобы обеспечить правильную стыковку именно робот-сварщик или сварочный робот. Да, правильно. 10 лет гарантии должно быть. Даже не столько гарантии, а сколько жизненный цикл конструкции. И это предъявляет определенные требования. Когда вот не удалось нам сегодня поставить здесь, если кто-то уже слышал ролик, где идет комментарий почему из Финляндии сталь, да, закуплена и именно вот этот так называемый профильная сталь. Почему оттуда закуплена? Что мы сами не производим? Да, там есть целый ряд. Почему? Потому что уже сейчас марка должна соответствовать условиям и требованиям сертификации. И это начинается с того момента, когда эта сталь варится, прокатывается и осуществляется изготовление этого профильной сталь, стальной профиль. И поэтому именно там, потому что по всем параметрам пока для этого экотехнопарка подошла оттуда. В дальнейшем работа ведется, не в дальнейшем, она сейчас ведется для того, чтобы поставщиков было бы значительно больше. И это как бы дополнительная нагрузка на экотехнопарк, на конструкторское бюро. Но работа ведется. И это есть тоже элемент сертификации. Теперь что я еще хочу вам, дорогие друзья, сказать. Столько может быть комментариев к тому, о чем говорил Алексей. Теперь опять-таки вернемся на пол шага обратно к тому, что мы сегодня с вами говорили. К 4У. Методика и схема 4У. То есть в данном случае Алексей дает вам с избытком информации, а задача каждого особенности усвоить умение передать существенное. Ведь для кого-то существенно из того, что он говорил, то, что струны крепятся или то, что рельс не как бы стыков не имеет. То, что заполняется для кого-то более важно. То, что заполняется специальным компаундным материалом или так называемым эластичным бетоном. Кому-то я рассказывал и остановил на этом. О, говорит специалист, ты смотри, действительно очень важно, что значит здесь оказывается это же если это заполнено, то он становится гибким. Уже не может струна порваться и некуда деться. Все заполнено бетоном. Интересно, говорит. Единственное, что если струна будет с дефектом, внутренним дефектом. Единственное, ну пардон, их здесь очень много. Таким образом обеспечивается очень мощный как бы запасной вариант. И поэтому это очень надежная конструкция. Справится липецкий металлогургический? Конечно справится, дорогие друзья. О чем вы говорите? Кто-то там задал вопрос, говорит, мы танки варим, мы ракеты пускаем и так далее. И тут какой-то там не сделаем стали. Да сделаем, друзья. Но понимаете, это надо еще сделать. И к этому надо прийти. Сделаем, не волнуйтесь. Я тоже уверен в том, что и Липецкий там, и там еще какой-то и другие металлогические предприятия справятся с этим. Абсолютно. Урал за нами, друзья. Так что и Урал за нами, и другие города, где осуществляется Магнитогорск и бог знает еще кто. Таким образом, нет, здесь ничего такого нет. Струны крепятся специальными конструкциями. Специально там есть конструктивный элемент, и это расскажи вам, Юницкий так бы и сказал, это ноу-хау, друзья. Как они крепятся? Вот берутся и крепятся просто. от анкера до анкера. Снимать всю рельсу от анкера нет, не надо ее снимать. А, как ремонтировать струны в случае повреждения? Вы знаете, то, что она повредилась, ну, как бы вам сказать, теоретически можно рассуждать, но вопрос в том, что это своя технология. Это будут испытывать сейчас, пока этого не было, это можно просто предположить. Поэтому вот этот как бы экотехнопарк, он одновременно является и испытательным полигоном. Понимаете, да? Все эти вопросы тоже будут там обкатываться. Это не является элементом сертификации, это является элементом отработки технологий. Потому что невозможно в кабинете все выдумать, имея 7-5 ради во лбу. Как я вам уже говорил на прошлых наших встречах, что специалисты говорят, что здесь могут быть так называемые небольшие, это в любом процессе так, могут быть так называемые технологические риски, в том плане, что какая-то технология будет отработана чуть раньше, какая-то чуть позже. Но она не является элементом сертификации. Она может быть описана, но ее надо отработать. И если произойдет какой-то случай, как тот, который вы задали, например, что будем делать, если будет струна какая-то... Но вы смотрите, пучок струн дается с таким мощным запасом, что там скорее всего будет ограничение, оно будет фиксироваться датчиками, что в этой структуре где-то произошло какое-то скажем, повреждение или назовем это обрывом, как и в гитаре, пардон, или в скрипке струны, да, и надо что-то предпринимать. Будет принято решение, и скорее всего, вот я, насколько у меня инженерного образования хватает, могу здесь поимпровизировать. Это значит, будет от одной анкерной опоры до другой анкерной опоры структура должна быть заменена. Все. Ничего более сложного здесь нет. То есть, это надо новый пучок закрепить в одном, на другой в другом закрепить, и одеть туда же тело и варить его. Все. Там все-таки это предусмотрено, именно замена участка струнных рельс, и там будет набор из 20 метров, и тогда вот можно регулировать вот этими расстояниями по 20 метров. Если где-то будет повреждение или износ, то из расчета 20 метров может удаляться участок, или из расчета тогда 40 метров. Вот. И также добавлю, что износ он будет, но гораздо меньше, чем, допустим, у железнодорожного состава. Именно здесь тоже особенности технологии струнного транспорта и есть, что там износ идет 0,1-0,5 миллиметров на 100 миллионов тонн поездной нагрузки. Извиняюсь, застрял мысль. Александр, вот тоже про длину рельса. Я и говорю, что первоначально озвучивалась именно длина рельса, набора рельс по 20 метров. 20 метров. Ну, я говорю, мы подробнее будем рассматривать и технические вопросы дальше углубляться, а сейчас пока остановимся на этом. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...